Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение на живом гвозде». Ольга Бычкова с вами, Сергей Пархоменко с особым мнением. Привет. Привет, привет. Я на новом месте, но надеюсь, что видно, слышно. Да, видно, всё слышно, прекрасно. Интерьер другой, но содержание привычное. Ну да. И мы напомним давай ещё раз привычным же образом нашим слушателям и зрителям, что эта трансляция в Ютьюбе, она прямая, и там есть чат, куда можно писать самые разные вопросы и высказывать свои какие-то мнения и комментарии. Я стараюсь за всем этим очень внимательно следить. И также есть, что у тебя там, в Пархомбюре было сегодня что-то? Да, 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 да. Да, я тоже сейчас посмотрю. Посмотрю в процессе, что там тебе написали. Да. Если вам удобнее, друзья, писать в Телеграме, в канал Сергея Пархоменко, Пархомбюро, пишите туда, потому что я туда тоже смотрю. Вот, собственно, всё. Вчера начали в Бухаресте заседать в течение двух дней был саммит НАТО министры иностранных дел, которые обсуждали ситуацию вокруг Украины. И очень много слов было сказано, в том числе генсеком Столтенбергом, по поводу того, какие обстрелы ведёт Россия по жизненно важным гражданским инфраструктурным объектам в Украине. И Столтенберг прямо сказал, что, ну, прямо назвал буквально вещи своими именами и сказал, что это абсолютно бесчеловечно, что Россия специально это делает и что это, пересказывая своими словами, совершенно невозможно терпеть. В общем, в некотором смысле, мне кажется, что это некий новый мотив, который появился сейчас вот в таких международных обсуждениях, потому что вот в таком прям ключе до сих пор этого не говорим. Да, это поворот войны, который внёс много нового вообще в обсуждение того, что происходит в Украине сейчас и в обсуждении того, что делает Россия. Потому что, в общем, все, так сказать, готовились к тому, что будет война одной армии с другой армией. И все как-то рассчитывали свои дальнейшие планы, своё отношение, своё поведение к этим событиям, исходя из того, что вот одна армия воюет с другой, и мы там, одни говорили, мы будем участвовать, другие говорили, мы не будем участвовать, третьи говорили, а мы будем помогать, четвертые говорили, а мы будем сдерживать, пятые говорили, а мы будем воздействовать, и так далее, и так далее. Но война повернулась иначе. Почему она повернулась иначе, я уже много раз говорил, но давайте еще раз скажу, что есть здесь несколько мотивов. Один мотив заключается в том, чтобы создать гуманитарную катастрофу, поскольку ее не удалось создать ни при помощи всяких нефтяных и газовых дел, ну, не случилась катастрофа, вот ее нет. Зима завтра начинается, в холодное время года уже у нас, считай, две-три недели во всей Европе должно было бы быть. Катастрофы нет и не предвидится. Значит, с этим устроить катастрофу не получилось. С продовольственной, что называется, мировой безопасностью, устроить катастрофу не получилось. Взорвать атомную станцию, ну, пока, во всяком случае, не решаются. Вот, значит, вот идея заключается в том, чтобы устроить катастрофу при помощи потока беженцев, которые пойдут из больших городов куда-то, и это первый важнейший мотив. Про это надо помнить, и надо как-то ясно себе это представлять, что задача заключается в этом. Вторая задача заключается в том, чтобы деморализовать местное население украинское... Знаешь, сколько уже беженцев ушло с Украины? Вчера была такая цифра. Нет, скажи, я пропустил. Ну, вот на сентябрь, на конец сентября, то есть, кроме последних двух месяцев, семь с половиной почти миллионов. Да, и это... И ожидается, что будет еще больше. Какая-то часть вернулась назад, просто там кому-то показалось, что, может быть, самое страшное прошло, можно попытаться вернуться, и они вернулись. Теперь они как бы разочарованы в этом. Кто-то отвез своих родных, таких случаев в Украине немало, кто-то отвозит своих родных, там их как-то обустраивает и возвращается назад. Так что есть какое-то встречное небольшое движение, ну, небольшое по сравнению вот с этим огромным потоком туда, небольшое движение. Будет еще много. Вторая история, конечно, важнейшая, это деморализация населения Украины с тем, чтобы попытаться направить его на, собственно, давление на украинское же руководство, на украинскую армию в безумной надежде, что украинцы сами заставят свою армию прекратить войну, прекратить обороняться, прекратить сопротивляться. Это, ну, я тоже много раз говорил, что, так сказать, исторически это абсолютно невозможно. И в этом смысле надо сказать, что Кремле, как я понимаю, и вокруг него, затаив дыхание, следили за тем, что происходило в Одессе на прошлой неделе, где произошли какие-то разовые выступления людей, которые недовольны отключениями электричества и так далее. Это не приняло никакого массового масштаба. Это было очень как-то сильно осуждено людьми там, в Одессе, во всей Украине. И, ну, в общем, ничего такого не произошло. Важнейшая вещь, конечно, это просто тянуть время. Дотянуть время, пока удастся довести до фронта вот эту вот огромную волну неподготовленных, невооруженных, раздетых, голодных, мобилизованных, которых выставляют впереди на фронте, и таким образом дотянуть до какого-то времени, когда, может быть, можно будет организовать какую-то контратаку и так далее. Просто вот они как-то ждут таким способом. Это вот такая мощная новость, что Россия совершенно как-то, ну, я не могу сказать, что холднокровная. Это все, собственно, вид истерики, несомненно, и политической. Перенесла давление на вообще всю тяжесть войны на украинское мирное население. Надо сказать, что мы даже видим кое-какие отголоски понимания того, что это такое, во что это обойдется и как за это придется отвечать. Потому что мы видим резко усилившиеся такие истерические, панические настроения. Вот в пропагандистской среде мы видим буквально закатывающего какие-то истерические обмороки в эфире Соловьева. Мы видим в его этих бесконечных экспертов, ораторов, там, Сибаняна и всех прочих, которые что-то такое голосят и разговаривают, с одной стороны, про расстрелы, которых вот им очень не хватает как-то в их практике, не хватает такого инструмента, как расстрелы. С другой стороны, они что-то стали произносить волшебное слово Гаага. С третьей стороны, они стали говорить, что они не хотят обосраться мелкими алмазами. Это цитата, извини, пожалуйста. Это как-то напоминает какую-то совсем потерю ориентации. Это от того, что они понимают, что дело повернулось нехорошо. Дело повернулось преступлением против человечества прямым, потому что война – это война. Одна армия против другой армии – это, конечно, ужасная вещь, но все-таки это как бы, ну, некоторое соблюдение законов и обычаев войны, как это описано в международных документах. И вот, а это уже что-то совсем невозможное, и это так просто точно не пройдет. Вот ни при каком стечении обстоятельств это не может быть забыто, не может быть как-то пропущено потом, и невозможно сделать вид, что этого не было, что не было вот этого массового уничтожения мирной инфраструктуры соседнего государства, в котором страдает не армия, потому что армия накормлена, армия обогрета, армия одета, украинская вооружена, у нее есть крыша над головой и так далее. А люди, которые совершенно, казалось бы, в этой войне не участвуют, являются пассивными ее как бы свидетелями в стране. Вот. И здесь я бы хотел отсюда перейти к очень хорошему и уместному вопросу, который я получил у меня в Фейсбуке. Есть еще такой способ общения со мной через мой аккаунт в Фейсбуке. Вопрос задала мне Оксана Матиевская. Она, ну, я ее хорошо знаю, потому что мы с ней много лет коллеги по последнему адресу. Она вообще один из ключевых сотрудников проекта «Последние адресы». Человек очень, так сказать, думающий, очень глубокий, очень, так сказать, заботящийся о каких-то серьезных, важных вопросах. Не зря она занялась этим всем, посвятила этому столько времени. Я имею в виду все, что связано там с культурой памяти и так далее. И Оксана спрашивает у меня, а я ей там же отвечал в Фейсбуке, но хочу продолжить этот разговор здесь. Спрашивает у меня, а что же происходит вот в связи со всем происходящим? Что происходит, например, с Женевской конвенцией о правах беженцев и об обращении с военнопленными и с мирными лицами? Ну вот есть же такой документ, да? Он существует давно. Он принят сразу после Второй мировой войны. В 49-й, 49-й... Тебе звонят. Да, прошу прощения, у меня тут какой-то телефон, я не могу понять, какой. Вроде так, на глазах. Но откуда-то вдруг образовалась. Сейчас тут справимся с этим. Ну вот. Ну то есть существует ли она вообще, как бы до сих пор, эта Женевская конвенция? Отвечает ли кто-то по ней? Отвечает ли она куда-нибудь? Что вообще с ней происходит? Действительно, ну, этот документ существует. Это один из основополагающих документов, как бы на основе которых вообще строится существование человечества сегодня. Но надо понимать, что все эти конвенции, в том числе вот эта конвенция с 49-го, 50-го года, где действительно описано то, как следует обращаться тем державам, которые присоединились к ней, а к ней все присоединились, в том числе и России, обращаться с мирным населением, так вот эти конвенции, это инструментарий ООН, собственно. Это то, на основании чего, как бы предполагалось, что миром будет, ну, если не управлять, то во всяком случае, осуществлять, так сказать, арбитраж, осуществлять какой-то общий надзор за порядком в мире, будет такая организация, как ООН. И ее политический центр под названием Совет Безопасности ООН. И все эти конвенции нужны для того, чтобы быть основой деятельности вот этих крупнейших, авторитетнейших, влиятельнейших международных организаций. И вдруг выяснилось, что эти организации и ООН, и Совет Безопасности ООН, внутри нее сидящие, не могут реализовать этих полномочий. Потому что такой случай, как тот, с которым мы имеем дело, не был предусмотрен. Как-то, что называется, не позаботились, не подумали о том, что так бывает, что одна из держав-победительниц Второй мировой войны, одна из держав, которая занимает место в Совете Безопасности ООН, и в этом смысле совершенно неуязвима, потому что не существует механизма принуждения этой державы в рамках ООН к решениям ООН. Есть право вето, если эта страна постоянно начинает с этой безопасностью чего-то не хочет, она говорит, нет, я этого не хочу, и решение не состоится. Это не было предусмотрено, что одна из этих стран попадет в руки сумасшедшего. Ну вот, называй вещи своими именами. Как-то никто не подумал, что так бывает, что просто может свихнуться человек, который как бы создал режим в одной из этих стран и поступать в соответствии со своей вот этой вот в медицинском смысле больной ловит. И с этим на самом деле, конечно, совершенно непонятно, что делать, потому что существует много разных мелких крючочков, о которых любят говорить там всякие особенно изощренные юристы на предмет того, как можно там попытаться воздействовать и как можно обойти это, это и там каким-то образом обойтись без мнения и поддержки там по какому-то вопросу постоянного члена Совета Безопасности ООН, но по большому счету ничего сделать нельзя. И возникает ситуация, знаете, вот описанная там в одном литературном произведении, что если в каком-то салоне начинает бузить, безобразничать, значит, пьяный ковбой и не существует никакой возможности его вытолкать из этого салона, то нужно закрыть заведение и открыть другое по другому адресу. Без этого хулигана. Вот на самом деле нас по всей видимости ожидает что-то подобное. Нас ожидает глубокая реформа Совета Безопасности и ООН в целом, которая будет учитывать такую возможность и которая только и способна восстановить право и право применения в мире вот в таком широком масштабе так, чтобы основополагающие конвенции, в том числе вот эти вот конвенции о защите гражданского населения, военнопленных и так далее, начали бы снова действовать. Россия это не первый раз, подожди, это не первый раз, это не первый кейс, когда заговаривают о том, что ООН и Советовый Казахстан и ООН не полезная организация, которая сидит и смотрит на СМЕР, которая не первая, к сожалению, даже на нашей памяти. Да, это не первый повод для того, чтобы начать об этом говорить, но эти разговоры, они идут как бы все громче и громче, и в общем, все объяснение, становятся, чтобы без этого не обойтись, что миром подстоит какая-то очень глубокая реформа этих больших организаций, так, чтобы можно было создавать и суды, и трибуналы, и привлекать к ответственности, но там это все собственно последствия уже этого. Россия, надо сказать, продемонстрировала свое отношение к этому, вот уже путинская Россия, ну, на раннем, так сказать, этапе помешательства диктатора, когда еще, в общем, некоторые считали, что он в своем уме, я бы назвал важным поворотным моментом 19-й год. Три года тому назад Россия в лице своего, так сказать, президента, так называемого диктатора, приняла решение отказаться от участия в комиссии, на этот счет был специальный указ президента, он потом был особым образом там ратифицирован в федеральном собрании, отказаться от участия в комиссии, которая, собственно, наблюдает за применением этих конвенций. И поводом было то, что, ну, вот, у России нет там представителя, и Россия не принимает непосредственного участия, ну, послушайте, купите этот лотерейный билет, ну, давайте займитесь тем, чтобы был представитель, и чтобы принимать участие. Поскольку вы же постоянный член Совета Безопасности УОН, у вас есть много разных возможностей, вы можете, если вам кажется это важным, вы можете заняться этой работой, вы можете присоединиться к этой работе, а можете принципиально, демонстративно заявить о том, что вам это кажется ненужным, что это там позволяет кому-то чем-то таким злоупотреблять, но вы злоупотребляете на самом деле. Вот тогда с этим, собственно, стало понятно, что Россия постепенно выходит из-за мировой системы правопорядка, и все анекдоты про то, что президент у нас юрист, легист, законник, кончил юридический факультет Ленинградского университета и всякое такое, и они еще смешнее стали звучать вот после этого всего момента. В каждой шутке есть доля шутки. Всем, кто интересуется, что нет, как бы разговаривать сейчас о том, что кто-то нарушает, не применяет, не уважает, не наблюдает, не соблюдает или еще чего-нибудь такое не делает с международными документами невозможно, потому что дискредитировал себя сам механизм принуждения к этому соблюдению. Не существует такого суда, такого арбитража, который может вот этого хулигана в салоне заставить прекратить стрелять или хотя бы ответить за покалеченных посетителей и перебитую посуду. Ну, слушай, это же катастрофическая история, потому что Россия игнорирует ООН. Это колоссально. Россия игнорирует ОБСЕ и ПАСЕ. Мне важно. Россия игнорирует кучу соглашений, в конце концов, договоры с американцами по поводу вооружений, которые закончились старые и никак не начинаются новые. Это тоже из той же оперы. Да, мне важно сказать, что не только Россия отказывается что-то такое соблюдать, но это и продемонстрировало бессилие этих международных организаций бороться с несоблюдателем в таких ситуациях. И это лечится только одним изменением этих организаций. Вот мы пришли к этому моменту. И история с обстрелами украинских городов, история, так сказать, за что страдают, вот можно так поставить вопрос, за что страдают мои друзья в Киеве, в Харькове, в Одессе, во Львове и в других украинских городах, вот за это. За то, чтобы мир убедился, что реформа управления им самим миром не справилась с этим. Оказалось, как говорят французы, обсулять, как бы устарелой, несоответствующей действительности. И с этим нужно радикально что-то менять. Так что, видите, в этом смысле война России против Украины, она в этом смысле мировая, она в этом смысле уже началась, потому что она меняет мироустройство в широком смысле этого слова, в более широком, чем даже мы представляем себе, когда речь идет о каких-то там взаимодействиях мировых держав, переносе влияния отсюда в Китай или что-нибудь вроде этого. Есть вещи еще и более общие. Слушай, а я тебе, можно добавлю только, я скажу, вот мои друзья в Киеве, которых я спрашивала, как там и чего, буквально там на днях, и спрашиваю время от времени все время. И они мне пишут, сидим, то есть люди стоически все это переносят, люди оптимистичные, люди держатся изо всех сил и проявляют потрясающую, конечно, стойкость и героизм, живя вот без света, газа, воды, там вообще без всего, с дикими перебоями. Но при этом они пишут мне, живем в этой осаде на глазах у всего мира. Понимаешь? Да, и мы видим, как мир постепенно, начиная, может быть, со стран, которые, с одной стороны, привыкли вести себя более радикально, а с другой стороны, это происходит, потому что они чувствуют себя на переднем краю как бы опасности и угрозы. Я говорю, например, сейчас о северных странах, о балтийских странах. Мы видим, как мир начинает постепенно это переосознавать. И, ну, тоже я много раз говорил, что, так сказать, путь пройден уже большой от того момента, когда вообще появились первые мысли о том, что нужно как-то немножечко хотя бы укрепить Украину и украинскую армию перед лицом этой предстоящей когда-нибудь может быть агрессии. Это было задолго до начала этой войны. Так что путь от этого момента пройден большой, но, тем не менее, вот сейчас мы видим, например, первое заявление и о ценности его в том, что оно первое. Заявление латвийского МИДа о том, что ничего невозможно сделать, нужно согласиться с тем, что украинская армия будет обстреливать объекты военной инфраструктуры на российской территории. Пока речь идет о военной инфраструктуре, пока речь идет о военных аэродромах, о пусковых установках, о местах скопления дальнобойной артиллерии, собственно, о той самой инфраструктуре, которая используется российской страной для уничтожения мирной инфраструктуры украинских городов. И я абсолютно убежден, что к этому, что однажды это произойдет. То есть, держать это вечно будет невозможно, однажды это случится. Во-первых, Украина сама все-таки создаст, она непосредственно идет к этому, и тут надо помнить, между прочим, что советская инфраструктура разработки и строительства новейших вооружений, в том числе аэрокосмической индустрии, в значительной мере базировалась в Украине. И в этом смысле Украина находится в таком выигрышном положении, там много чего разрушено, там много чего уничтожено, испорчено, там чрезвычайно сложно передвигаться и так далее, и так далее, но ресурс этот существует. И я думаю, что в какой-то момент ты Украина сама обеспечить себе хотя бы какое-то количество средств для того, чтобы до этих объектов военной инфраструктуры достать, и здесь уж она не будет точно ни с кем соотноситься по этой части. Смешно, опять же, что Кремле очень надеется, что это такая обратная сторона легенды про то, что никакой Украины не существует, они уже сами начинают в это верить, они как бы же верят в свою собственную пропаганду. По Украине Америка запретит. Вот есть какие-то вещи, которые Америка не запретила. И это совершенно очевидно. Она уже много чего не запретила, и было много случаев, когда Зеленский и люди из, по меньшей мере, армейского, украинского командования демонстрировали свою какую-то самостоятельность. Ну, начиная даже, начиная с самого факта начала войны и того, как принимались решения, как реагировать на разведывательную информацию. Начиная с момента, когда, ну, или точнее, уже не совсем начиная, это уже был шаг второй, когда Зеленский, помните, сказал, припасы, а не такси. Когда ему там предложили куда-то уехать, в убежище в Европе и всякое такое, он вполне неожиданно сказал, нет, мы будем организовывать украинскую оборону. В какой-то мере он уже в этот момент ослушался и будет продолжать ослушиваться и дальше. Но, кроме того, я думаю, что в какой-то момент будут задействованы и те средства, которые поставляются в Украину с Запада. Это процесс постепенный, медленный, такой процесс, знаете, как вот ровно в том анекдоте, начинается со стадии отрицания, так сказать, а потом, а в конце концов, потом торг, а потом принятие. Вот, это тоже имеет отношение и к этому тоже. Это тоже, к этому же относится. Так что, это важный момент, когда, ну, кто-то должен был произнести впервые. Знаете, какой-то мальчик должен сказать король голый, какой-то МИД, но в данном случае это МИД Латвии, который должен сказать, ну, с этим ничего нельзя сделать. Если они базируют эту инфраструктуру для этих обстрелов на своей территории, значит, эта инфраструктура тоже должна быть уязвима. И мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэтромов, в которых запускаются эти операции, то есть обстрелы украинских объектов и инфраструктуры. Это вот сказал, я читаю прям прямую цитату Идгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии. И это переход на, конечно, новый уровень совершенно уже другое кошмарное качество. Это вот мальчик сказал Король Голый. Это мальчик сказал, произнес какую-то вещь, которую до сих пор не произносили, но ее кто-то должен был произнести. Вот это произнес он и можно сколько угодно, Захарова может сколько угодно беситься по этому поводу, а Лавров может сколько угодно, так сказать, делать лицо Кисы Воробьяниного при этом, типа Торг здесь неуместен там и всякое такое, но тем не менее это однажды случилось. Вот. У нас вперед такой какой-то серьезный переход немножко на другую тему. Давай мы сейчас сделаем этот переход, только перед этим. Перед этим давай я тогда сейчас выполню свои прямые обязанности и мы сделаем маленький перерыв на очень небольшую рекламу. И у меня тут есть тоже некоторые поручения от наших книготорговцев местных. Вот сейчас я все эти поручения исполню. Итак, это особое мнение, живой гвоздь, Ольга Бычкова, Сергей Пархоменко. Пишите нам, пожалуйста, в трансляции в Ютьюбе. Ставьте, пожалуйста, пожалуйста, ставьте лайки, пожалуйста, посылайте нам донаты и вот это вот все, ну и пишите нам, конечно, ваши вопросы, комментарии и все, что вы обычно пишете в чате Ютьюба, я за этим продолжаю смотреть. Сейчас несколько, буквально секунд перерыва, потом продолжим. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин Shop Dilettant Media у нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшее средство обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Мжезинский. Мы продолжаем наш живой гвоздь. Вернее, гвоздь никогда не заканчивается, а продолжается особое мнение на живом гвоздь. Не перестает быть живым. Не перестает, да, конечно. Сергей Парховенко с особым мнением, Ольга Бычкова. Прежде чем мы продолжим наш разговор, я должна выполнить еще одно рекламное поручение от наших прекрасных коллег. Это сайт shop.dillettant.media. Покажите, да, сейчас эту красивую картинку и эту красивую обложку. Это книга на сей раз. Ну, понятно, что shop.dillettant.media продает книжки, причем не только имеющие отношение непосредственно к журналу-дилетанты, выпущенные им журналы, но и также самые разные книги. И мы все время об этом рассказываем. Вот сегодня у нас книга Евы Меркачевой под названием «Громкие дела, преступления и наказания в СССР». Вы знаете, конечно, Еву Меркачеву, которая работала журналистом, которая занималась правозащитной деятельностью, которая очень много видела самых разных судебных историй, судебных процессов и, в общем, всю свою профессиональную жизнь. Так или иначе об этом много пишет. И вот она написала книгу о самых громких уголовных делах советской эпохи. Я смотрю, в аннотации написано, что многие материалы раньше не публиковались, были впервые выданы из архивов лично автору, плюс Ева Меркачева нашла очевидцев и восстановила картину самых разных советских знаменитых историй. Например, Антона Макарова по прозвищу Тонька-пулеметчица, которая была в расстрельных бригадах при фашистской оккупации. Кто тут еще есть? Вот я сейчас листаю. Какие-то маньяки, которые были в советское время и до сих пор остаются в качестве таких знаменитых пугалок и героев сериалов. Короче говоря, вот, смотри, Сонька-Золотая ручка тоже. Это совсем знаменитая история, и она тоже рассказана в этой книге. Короче говоря, идите на сайт шоп Дилетант Медиа, находите там книгу Евы Меркачевой, которая называется «Громкие дела, преступления и наказания в СССР». Покупайте, читайте, а мы вам потом еще что-нибудь предложим там интересное. Ну вот. Ну вот, поехали дальше. Поехали дальше. Я тебе, знаешь, про что хотела спросить? Подожди, мы сейчас, я понимаю, что у нас там еще есть истории, мы следим за тем, что происходит на процессе Ильи Яшина, сейчас к этому тоже вернемся, но вначале я хотела тебя спросить еще про еще одну историю, которая явно выходит за какие-то первоначальные границы и переходит на другой уровень, это так называемый ЧВК Вагнера, вся эта пригожинская активность, которая теперь получила некое новое развитие в Африке. Вот ты знаешь, очень правильно ты сказал ключевую фразу, выходит за первоначальные границы. Вообще нам все время приходится говорить о том, что война и в данном случае вот эта конкретная война России против Украины, это такая штука, которая не остается в своих границах, ни в каком смысле. Если кто-то предполагает, что это будет какое-то локальное, какое-то ограниченное, какое-то фиксированное в своем масштабе действие и событие, он ошибается, потому что рано или которое всегда можно держать под контролем, это большая иллюзия. Под контролем это вываливается через границы во всех смыслах этого слова. Вот только что мы обсуждали, что в какой-то момент все-таки пошел разговор о том, что военная инфраструктура на территории России тоже должна быть уязвима. Ровно так же мы в какой-то момент обсуждали довольно подробно так и сяк по мере того, как оно разрасталось, всю эту историю с Пригожиным, который теперь заявил, что это действительно он, поэтому мы можем говорить, что это не человек чудовищно на него похожий, а действительно Евгений Пригожин, под контрольные ему частные военные компании, которые начали активно выполнять свои ряды и мы видим результаты этого, ну в военном отношении очень слабые, но в, так сказать, медийном, таком каком-то информационном отношении страшно громкие результаты того, как на российско-украинский фронт перекачиваются уголовники, перекачиваются всякие убийцы, грабители и прочие, значит, вполне себе чудовищный контингент из российских тюрем и как они отправляются на фронт и что там дальше с ними происходит. И первоначально это оказалось какой-то маленькой историей о нескольких десятках человек, потом это приобрело какой-то всероссийский масштаб, потом это вылезло на международную арену, потому что речь идет о войне в Украине, а сейчас оказалось, что это и внутри этого конфликта удержать нельзя, потому что вот эта история, которая не просто является историей о том, как какие-то люди ездят по тюрьмам и вынимают оттуда каких-то других людей, чтобы отправить их на фронт. Это история о том, как насилие, произвол, криминальная логика разрушает в целом закон, разрушает систему наказания за преступления, разрушает систему справедливости, систему юстиции мировую. Люди, когда совершают преступление, они должны понимать, что они рискуют тем, что их поймают и накажут. Вот эта самая огромная, какая-то базовая вещь оказывается разрушена. И вот мы видим, как это теперь происходит в одних из самых страшных мест в мире, в местах, где много лет бушует гражданская война, где абсолютный произвол, беззаконие, и это становится частью такого международного обихода. Центральная Африканская Республика, Мали и там ряд других стран в центре Африки, которые, казалось бы, мало кого интересуют, но туда распространяется эта практика. И каких-то чудовищных убийц, каких-то людей, которые занимались какими-то массовыми казнями во время этих гражданских бунтов, людей, которые продемонстрировали абсолютно какую-то свою звериную сущность, их теперь там собирают для того, чтобы отправить куда? Ну, Апригожин скажет. Ну, надо будет на российско-украинский фронт туда отправить. А надо будет этих людей направить на поддержание порядка в районе Лубянской площади в Москве, я вас уверяю, они появятся и там. Если кто-то думает, что Центральная Африканская Республика это далеко, украинская война далеко, наемники на этой войне далеко, он ошибается. Это теперь часть вашей жизни, дорогие друзья, в том числе тех, кто говорит, что не все однозначно, и в том числе тех, кто говорит, что это его совершенно не касается, и он вообще не собирается этим интересоваться. российская власть использует теперь в своих интересах в качестве вооруженной силы уголовников, которых она собирает в российских тюрьмах, и массовых убийц, которых она собирает в африканских тюрьмах, и использует российская власть в своих интересах. Точка. Констатация завершена таким образом. Она будет использовать этих людей во всех случаях, в которых это ей покажется целесообразным. для наказания своих и уничтожения своих политических противников, для контроля на улицах российских городов, для использования в военных операциях, для усмирения местных бунтов и так далее. Вы увидите этих людей, вот вы можете посмотреть на них сейчас на картинке в интернете, их показывают в виде ха-ха такого курьеза, вот стоят эти черненькие ребятки в одинаковых майках с надписью Россия, это вот те, значит, кого Пригожин собирается посадить в самолет и отправить на украинский фронт. Вы увидите их участниками разных событий в вашей жизни в России, потому что это теперь часть российской политики. Центральная Африканская Республика и ее убийцы пришли в российскую политику, приведены сюда Пригожина. Вот, это важная вещь, хорошо понимать это. И это происходит в самых разных областях. Вот, казалось бы, совершенно другая сфера и тоже вся построенная на том, что это меня не касается. Пусть об этом думает тот, о ком идет речь. Вот российский так называемый парламент некоторое время тому назад принял закон о том, о том, о том, о том, о том, о том, пусть это ЛГБТ волнует. Пусть это ЛГБТ волнует. Это же их пропаганда запрещает. А мы же нормальные люди. Нам-то что? Да, да, да. Мы отношения, мы они не традиционные, а мы традиционные. они вот такие. Послушайте, это, что называется, некоторая отработка технологий. Потому что, если вы посмотрите на то, как технически это происходит, закон еще не подписан, закон еще не вступил в силу. У этого закона нет никаких практических последствий. Этот закон составлен таким образом, что его можно трактовать более-менее как угодно. Но сегодня в произвольном порядке он применяется. мы видим, что книжные магазины начали убирать часть своей продукции из прилавков. Книжные издательства какие-то хотят сопротивляться, какие-то нет. Ой-ой-ой-ой, можно я тебя только процитирую? Вот пишет Екатерина Вайнштейн как раз у тебя в Парховом бюро вот передо мной открыто. Ее подруга работает заведующей одной из центральных библиотек. Им пришло распоряжение убрать помимо соответствующей литературы Акунина, Быкова и так далее. Это другой черный список, как мы понимаем. Это неблагонадежный. Законный черный список. Да. Быков и прочее. Это нормальный черный список. Мы уже привыкли к нему. Да, да, да. Убрать все детские книги, где есть изображение радуги. Радуги. Просто радуги. А с мармеладом что делать? Какие мармеладки, они вот разного цвета. Там сначала красненькая получилась, потом желтенькая, потом зелененькая, потом опять красненькая. Да, бывают всякие. С мармеладками в кондитерских магазинах. А вот это в школе, знаешь, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Что, теперь не будем этого учить, что ли? Это кандидатский пролетарий всех стран соединяйтесь. Лозунг нового интернационала. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Что это означает? Это означает пропаганду. Так что? Понятно, что... Дальше начинается история о том, что производители этого всего, кино, театральных спектаклей, книг, я не знаю, живописи, чего угодно, начинают говорить, погодите, у вас же там пропаганды. У нас нет пропаганды. У нас жизнь. Во всем ее многообразии. У нас человеческие чувства, отношения, любовь. У нас эмоции. Мы ничего не пропагандируем. Мы рассказываем о том, как устроена жизнь. Нет, отвечают им. Это все пропаганда. И дальше там начинается, что... Ну хорошо, с бумажными книжными магазинами мы уже понимаем, что делать, но вот надо теперь как-то... Запаковать все в черную пластику. А еще и электронные книжные магазины. Книги-то, например, у нас распространяются так же, например, как и кино. Теперь для того, чтобы посмотреть кино, необязательно купить билет пойти в кинотеатр. Кино в разных формах распространяется, в том числе распространяется, так сказать, в сети интернет. Ровно так же и книги распространяются в электронном виде, и в аудио виде. А с этим, что будет происходить? А как электронные книги запаковать в черную пленку? Я не знаю. Вот и... Ну как, ну, например, выделить на сайте, и я, собственно, обсуждал это с юристами уже. Например, так. Выделить на сайте раздел, в котором собрать эти электронные книги на сайте электронного магазина. Там собрать эти электронные книги, которые вы объявляете недопустимыми, и объявить там регистрацию по паспорту. Если вы хотите получить доступ к этим книгам, пожалуйста, как-то сфотографируйте себя с паспортом, как это бывает. Или, я не знаю, пришлите скан вашего паспорта, мы вам пришлем одноразовый пароль, и вы зайдете туда, и там вы сможете купить эти ужасные зловредные книги, которые таким способом запечатаны в плену. Примерно 80% всего, что продает. Разумеется. И огромное количество авторов, которые описывают жизнь, а в этой жизни есть самые разные вещи, есть все ее многообразие, есть все цвета этой радуги. Почему радуга-то? Откуда взялся образ радуги? Потому что все цвета, которые есть в жизни. Вот. И почему мы вдруг рассказываем про это непосредственно после того, как мы говорили о войне, а потому что это тоже не удержишь в этих границах. Потому что совершенно очевидно, это некоторая промежуточная стадия на пути к запрету чего-то следующего, что вам кажется уместным, правильным, доступным. Право людей на передвижение, например. Право людей на произвольную смену работы в условиях военного времени оказывается, что это не очевидно. Вы работаете на оборонном предприятии или вы являетесь программистом в компании, у которой есть государственный заказ на какой-то государственный софт, сидите, не вылезайте оттуда, потому что мы можем произвольно это ограничивать. Вот. Это очень важно понимать, что в условиях войны ничто не удерживается в рамках, ничто не удерживается в каком-то замкнутом пространстве. Вот у нас здесь война, а здесь у нас мирная жизнь, и ничего этого здесь не происходит. Так не бывает ни с чем в условиях войны. Еще одна новость этой недели, тоже как-то над ней многие посмеялись уже, что генпрокуратура вдруг откуда ни возьмись издала инструкцию, инструкцию о том, как закрывать электронные медиа. Как-то сразу хочется сказать, ну вы проснулись как-то, очухались, год назад надо было такую инструкцию объявлять и публиковать, когда еще были электронные медиа незаблокированные. На сегодня фактически все живое, что существует в российской прессе электронной, существует в заблокированном виде и работает либо из-за границы, либо из-под VPN, либо еще как-нибудь. Но что важно, на мой взгляд, когда глядишь в этот текст, там и ожидаемые вещи, что поводом для этого является заведомо ложные сведения о дискредитации вооруженных сил, о дискредитации государственных органов за рубежом, за пределами Российской Федерации и так далее. Все, казалось бы, совершенно такое локальное. Это все для войны устроено. Ну понятно, пока идет война, значит про армию не смейте разговаривать. Пока Россия оккупирует территории в соседней стране, не смейте что-либо говорить об администрациях оккупационных этих территорий. Понятно, ясно, зачем это все делается. Но вдруг откуда ни возьмись, там появляется еще и такой повод. Явное неуважение, вот что такое повод, мотив для закрытия средства массовой информации. Явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или, внимание, органам, осуществляющим государственную власть Российской Федерации. Вы знаете, я не уважаю президента Российской Федерации. Явно не уважаю его. Я явно не уважаю Совет Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации был главен с госпожой Матвиенко. Я не уважаю их. Я не уважаю МИД, я презираю его за то, что он делает. Это повод для того, чтобы меня, как журналиста, лишить права на исполнение мной и моих профессиональных обязанностей. из-за явного неуважения вот к этим скотам, которых я называю скотами, явно не уважая их. Вот, собственно, так это и толкуется расширительно. Начинается там с того, что нет, давайте все, что вы пишете про армию, пусть соответствует брифингам Министерства обороны. А дальше выясняется, вы власть не уважаете. Это повод для вашего закрытия впрямую, по инструкции прокуратуры. Написано на бумаге. Если раньше это подразумевалось, то теперь это формальный документ, инструкция подписана Генеральным прокурором Российской Федерации Красновым. И в этом смысле это совсем никого не опоздало. Это просто новый шаг. То, что раньше происходило, так сказать, мысленно, то, что происходило в контексте, теперь происходит без всякого контекста, а в прямом смысле непосредственно на бумаге. Вот так развивается тоталитарное государство, так развивается этот режим, так он теряет власть над своими собственными какими-то органами, передавая их другим. Это вот случай всех этих военных формирований, формирований в Кавказских республиках и так далее. И так он постепенно отказывается от некоторого количества своих конституционных принципов. Тут была смешная фотография гуляла в интернете, лицо российского фараона в тот момент, когда он слушает заключение Зорькина, председателя Конституционного суда, о том, что для того, чтобы ввести обратно смертную казнь, нужно другую конституцию. И как-то это противоречит каким-то там основам. Но это же не проблема больше. Все, этот флер невинности снят. Можно написать и это. ничего страшного бывает. Так что это не удерживается в рамках, не удерживается в рамках каких-то отдельных ситуаций, отдельных проблем, отдельных людей и так далее, и так далее, и так далее. Давайте поговорим про частные случаи. Их два, которые очень сильно меня как-то занимают в это время. Один из них это вчерашняя новость про Марию Колесникову, которую обнаружили, разрезанный в Гомельской областной больнице. И это сама по себе абсолютно безумная ситуация. Человека, который находился по безумному, абсурдному обвинению в заключении, она получила 11 лет, напомню, после того, как фактически добровольно осталась в руках этого суда и в руках этого диктатора. Вы помните эту совершенно душераздирающую историю, когда она порвала свой паспорт в тот момент, когда ее пытались выдворить из Белоруссии, она, так сказать, хотела быть со своим народом. Вот она со своим народом и есть, и с ней произошло вот что важно в этой ситуации, то, чего никто не знает. Ее обнаружили фактически случайно в этой больнице, никто не знает, каким образом она там оказалась, никто не знает, почему, собственно, ее подвергли хирургической операции и какой, потому что формулировка, которая была предъявлена для объяснения ее появления там, хирургическая патология, это может быть все, что угодно, это может быть от нарыва на поцарапанном пальце до, или, я не знаю, аппендицита, до изъятия каких-нибудь внутренних органов или еще чего-нибудь такого, это абсолютно бесконтрольно, и, ну вот, это и есть фашизм, уже совершенно окончательный, сложившийся, сформировавшийся, человека физически уничтожают в тайне, не сообщая об этом ни слова никому, и, конечно, мы можем это, мы можем это как-то экстраполировать и вообразить относительно разных других людей, которые оказываются в российских тюрьмах, уже не в белорусских, Белоруссия здесь в этом смысле просто едет в поезде на три остановки впереди по этим же самым путям, по которым за нею едет российский поезд и постепенно проезжает эти же самые остановки, так что судьба Ивана Сафронова, судьба Владимира Карамурзы и, наконец, самая в этой ситуации очевидная и, видимо, самая страшная судьба Алексея Навального, вот мы можем смотреть, что происходит с Марией Колесниковой. И, конечно, я думаю, что когда в мире принимают решения о каких-то решениях, когда в мире задумываются о том, каким образом можно остановить, ограничить уже не просто агрессию, уже не просто эскалацию насилия, уже не просто нарушение прав человека, а вот такое совершенно такое физическое уничтожение людей этим фашистским режимом, должны задумываться и об этом, о том, что должны быть какие-то меры противодействия. Я думаю, что впереди опять же найдется какой-нибудь МИД какой-нибудь относительно небольшой страны, который это произнесет, что ну, тогда мы должны понимать, что здесь на наших территориях находятся разнообразные небензии, всякие бывают, попадаются лавровые и так далее, и относиться к ним, так сказать, к материалу для воздействия на такого рода ситуацию. Однажды мы к этому точно придем. Если вы думаете, что ситуация не разобьется таким образом, то она не придет к арестам официальных представителей России, потому что это будет единственная возможность спасать человеческие жизни внутри России на этой российско-украинской войне, вы ошибаетесь. Это обязательно придет к этому моменту. Что называется, запомните этот твит, рано или поздно это случится. Вот. И вторая ситуация, вторая история, это сражение, которое ведет Илья Яшин на своем суде, и, конечно, он ведет разговор не только о себе, не только о своем конкретном поводе, и не о том, насколько в создавшейся ситуации возможно обвинение в клевете, дискредитации сообщений заведомо несоответствующих действительности сведений, когда речь идет о буче, который является абсолютно признанным случаем, который подробно расследован, который подробно продемонстрирован, так, сяк, из космоса на видео, когда работает громадная следственная группа, которая изгумирует эти тела, которая демонстрирует характер ранений, с помощью которых эти люди были убиты, обнаруживают все эти дырки в затылках и так далее, и так далее. А тем временем Яшина продолжает судить за то, что он ложно сообщил о жертвах среди мирного населения в буче. Суд продолжается, тем не менее, своим чередом. И тоже, это разговор ровно про это же, это разговор про выход из рамы, про то, что люди, которые таким образом продолжают обвинять и судить Яшина, они имеют в виду вас, несомненно. Они имеют в виду собственно всех людей, живущих в России. Они отрабатывают некоторую технологию в соответствии с которой, с использованием которой можно вне всякой связи с действительностью, вот ведь в чем дело. Вот это слово заведомо ложные, которое применяется к людям, которых обвиняют вроде Яшина, или которых обвиняли там вроде Карамурзы, или вроде депутата Горинова, например, что вот они сообщили заведомо ложное под видом правдивого. Это в точности то, что в данный момент делает следствие обвинения и суд. Они сообщают заведомо ложное под видом правдивого. Они знают, что произошло в Буче. Они взрослые люди, они умеют читать и смотреть, они видели эти материалы, они читали эти тексты, они хорошо отдают себе отчет происходящего. Бессмысленно спрашивают, верят ли они то, что они провозглашают. Это относительно каких-то пропагандистов, можно говорить. Это относительно каких-то этого самого военкора Коца. Можно спросить, он верит в то, что он несет? Или там как-нибудь Соловьев, он верит в то, что он несет? Но здесь-то так вопрос не стоит. Вопрос не стоит о том, верит ли прокурор в свое обвинение. Прокурор отлично осознает, что он это обвинение фальсифицирует. И это становится государственной практикой. На этом, собственно, построена система российского правосудия. Вот. Это, мне кажется, ставит случай Яшина так же, как и там случай Кармурзе перед этим, так же, как случай Ивана Сафронова перед этим, так же, как целый ряд разных других вот этих больших процессов, которые мы видели. И прежде всего вот эту нескончаемую серию судов над Алексеем Навальным, который продолжает снова и снова, надо сказать, этих судов добиваться, потому что для него это единственная возможность сегодня разговаривать с окружающим миром. Он разговаривает с миром в форме своих выступлений в зале, ну, даже не в зале, это все происходит по трансляции, но как бы в процессе судебных заседаний вот этих вот виртуальных. Это ставит это вот в такой контекст. Контекст формирования практики, контекст формирования порядка, в котором существует то, что остается от российского государства. Я здесь, кстати, напомню еще об одном важном событии, которое произойдет завтра, 1 декабря, вступает в силу закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием, смысл которого заключается в том, по большому счету, помимо того, что он там упорядочивает или там, я не знаю, упрощает процедуру собирания иностранных агентов там в один реестр из тех четырех реестров, в которых они находятся сейчас, но чем важен этот закон и чем важно завтрашнее его вступление в силу, тем, что он окончательно переводит весь институт иностранных агентов из разряда, так сказать, политических ярлыков в разряд прямых репрессий и дискриминаций. То есть, в соответствии с этим законом, люди, имеющие это наименование, это и я, я не знаю, в том числе и огромное количество хорошо знакомых, известных и любимых вами, гораздо больше любимых, чем я, журналистов, писателей, музыкантов, публицистов, кого там только нет, эти люди оказываются лишены своих гражданских прав и получают и оказываются дискриминируемы по целому ряду критериев их гражданской жизни. И, конечно, мы находимся на пути к лишению гражданства. Это несомненно. Мы движемся туда, и это совершенно логичное завершение, ну или точнее этап этого процесса. Пока это люди, которым по этому новому вступающему в силу закону запрещается выполнять целый ряд профессиональных обязанностей, в том числе очень широких, связанных так или иначе с просвещением кого-либо. Ну да, тут нет предела совершенства, понятно. Слушай, тут еще был вопрос у тебя в Пархом Перу, хочу успеть тоже об этом спросить. Алексей Кудрин уходит из отчетной палаты и становится важным руководителем Яндекса, как пишут, по крайней мере. Это торг. Значит, вот важно понимать, с одной стороны есть большое количество, очень большое количество государственных деятелей в России, которые пытаются соскочить, называя вещи своими именами. Пытаются как-то от этого режима, следующего мерной поступью как бы на пути к трибуналу возмездию тюрьме и виселице, они пытаются оттуда как-нибудь выскочить. Значит, в обмен на это они предлагают услуги этому собственному режиму. Мы можем абсолютно не сомневаться, что тот факт, что Кудрина отпустили, вот так это надо называть, его не выгнали, его не уволили, его не отправили, его отпустили, ему разрешили выйти. Это означает, что он предложил что-то в обмен. Он предложил какие-то свои переговорные возможности, он предложил какие-то контакты, он предложил свою репутацию. Завтра, когда потребуется о чем-нибудь договорить, но надо кого-то послать договариваться. Это будет Кудрин, и вы это увидите тогда, когда это перестанет быть тайной. Когда-нибудь, несомненно, перестанет. Вот так это, собственно, сегодня устроено. Ну, пускай это работает так, знаешь, чем стрелять и бомбить, в конце концов. Ну, одно другое, к сожалению, пока не мешает, когда не мешает. И не помогает. Это было особое мнение на живом гвозде. Сергей Пархоменко, спасибо большое, до встречи через неделю. Спасибо всем, кто нам писал, пока. И в пятницу на моем YouTube-канале. Забудь. Вечер. Да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok